В Славянске на Кубани заботятся о гармоничном развитии подрастающего поколения. Внимание уделяется как физическому воспитанию, так и интеллектуальному. В течение всего учебного года для студентов-техникумов и старшеклассников проводились викторины и игры интеллектуального клуба «Киви». На заключительной игре побывала наша съемочная группа. Клуб интеллектуальных викторин и игр «Киви» был создан в прошлом году. Под своим крылом он объединил весь цвет школьной и студенческой интеллектуальной элиты. С октября по апрель ребята участвовали в викторинах и играх. Каждая была посвящена определенной тематике. Команды на протяжении учебного года состязались в различных темах. У нас были темы, связанные с традициями, посвященные любимому городу. Сегодня тур назывался «Будущее за наукой», и в нем приняли участие 8 команд. Вообще в течение турнира у нас в разное время принимали 12 команд. Наш турнир направлен на всестороннее развитие молодежи, расширение кругозора, потому что очень много, конечно, знаний дается в школе, но какие-то такие бытовые интересные факты, что-то где-то можно вычитать в интернете. В журнале мы стараемся это все изложить в наших вопросах, чтобы ребятам было действительно интересно. Интеллектуальный клуб «Киви» чем-то похож на игру «Что, где, когда». Здесь также необходимо быть эрудированным, уметь работать в команде и, конечно же, правильно отвечать на вопросы. В 1941 году швейцарский инженер Жорж Демистран после прогулки бальпов со своей собакой принялся очищать шерсть животного от головокрепейника и решил посмотреть, как те выглядят в микроскопах. Как оказалось, на каждой головке имелись крошечные крючки, с помощью которых они цеплялись к шерсти животного и одежду. Последствия его изобретения стали широко использовать в производстве поседневной одежды и обуви. А напишите, что же он изобрел? Застежки и липучки стали очень популярными. Спасибо вам, спасибо вам. Последний тур игр выдался особенно напряженным. Две команды, первого лицея и электротехнологического техникума, к финальной сфатке подошли с одинаковым количеством баллов. Как признались участники, игра была сложной, но интересной. Лично мне все понравилось и для меня было очень интересно. Вопросы были составлены действительно интересные и вызывали даже разногласия в нашей команде, но именно это, наверное, и учило нас быть сплоченными. Поэтому у нас внутри команды были споры, но именно это добавляло соревновательный такой момент, был какой-то азарт, и поэтому все классно. Вопросы, которые задавались на этих играх, были интересные, увлекательные, иногда неожиданные. Надо было подумать, чтобы правильно ответить. Ну, боролись за честь техникума. В ходе упорной борьбы студентам Славянского электротехнологического техникума удалось победить. На втором месте оказались интеллектуалы из первого лицея. На третьем – студенты сельскохозяйственного техникума. Победителям вручили кубки, грамоты и памятные подарки. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Анна Монастыренко, Игорь Иванович, игорь Иванович, игорь Иванович, игорь Иванович.